Самый важный шаг на пути к улучшению экологической обстановки на курорте уже сделан. Точкой отрыва для решения застарелой мусорной проблемы стало исключение мусоросортировочного завода и системы утилизации отходов. С 1 марта спецавтохозяйство перешло в руки мэрии. Скопившийся за годы мусор, который до Йоры был вывезен, и за эти услуги с населения взяты деньги, а де-факто так и оставался на территории завода на транспортной, да и на ряде арендованных площадок, в оперативном порядке был утилизирован. Мы много приняли мер, признали даже ошибку свою, что зря мы связались с предпринимателями, зря мы связались с бизнесом по поводу сортировки бытовых отходов. И сегодня нам пришлось взять снова свое ручное управление администрации исключительно для того, чтобы город был исключительно чистый. Нигде в городе, в том числе и на мусоросортировочных заводах, не должен скапливаться мусор. Что сегодня создал нам завод по утилизации бытовых отходов? Вот как эта работа решена у нас? Сейчас уже всегда чисто, всегда чисто. Вот, вывозим все, в том числе и порубочные остатки, крупногабарит, вывозим мелкий строительный мусор. На сегодняшний день площадки мы очищаем полностью. Это порядка 500 тонн в сутки. Вот, мы все вывозим сейчас и перегружаем на заводе строительных материалов. Что завозим, то и вывозим. Вот, то есть днем завозим, ночью все вывозим. Порядка 70 грузовых автомобилей собирают и увозят из Сочи мусор на полигон в Каневскую. Это схема затратная и временная. Уже к 1 мая будет объявлен конкурс по выбору единого и регионального оператора, который объединит Сочи, Туапсинский, Абширонский и Белореченский районы. И мусорный вопрос решится уже к началу летнего сезона, заверил Юрий Паломарчук главу города. В конце июня месяца региональный оператор начнет свою работу на территории города Сочи. У него здесь есть две площадки по сортировке и перегрузке, которые уже практически закончены строительством. Осталось только их вводить. И я уверен, что сбоев не будет. Анатолий Пахомов отметил, что необходимо уделить внимание и несанкционированным свалкам. Их, как правило, образуют строительные организации или предприятия, получившие лицензию на вывоз ТБО, но не исполняющие своих обязательств. Работа в этом направлении ведется активно. Если в прошлом году таких свалок было больше 200, то сейчас их меньше 20. Сократить число свалок помог мониторинг машин на посту Магри и, конечно, сами жители. Они оперативно докладывают на горячую линию администрации о фактах сброса отходов на площадке, вовсе не предназначенные для этих целей. Нарушителей выявляют и наказывают. В ходе встречи обсудили и еще одну больную для курорта тему – сброс точных вод. Количество рейдовых групп увеличено. Обследуют не только городские, но и сельские улицы. Всех недобросовестных хозяев домовладений будут отключать от водоснабжения. И, конечно, Юрий Федорович, надо развивать дальнейшую систему канализования. Вот я знаю, что РЖД нам передали автономные очистные сооружения, и мы собирались их в Верхнем ЛАО установить. Как идет эта работа? Мы их уже забрали, перевезли на территорию Верхнего ЛАО. В настоящее время разрабатывается проект, потому что без проекта их установить невозможно. Я думаю, что через три месяца мы их установим. Производительность этих локальных очистных сооружений составляет 400 кубометров в сутки. Этого вполне хватит для эффективного канализования всего поселка. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.